Здравствуйте, новости Москва-Баку. 30 августа – положение о совместной деятельности комиссии по делимитации государственной границы. Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что именно благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве. Алиев подчеркнул, что инициатором мирного договора является Азербайджан и что для подписания соглашения важно, чтобы Армения положила конец территориальным претензиям к Азербайджану в своей конституции и других законодательных актах. А также, чтобы была прекращена деятельность минской группы ОБСЕ, являющейся пережитком прошлого и всех связанных с нею институтов. Коснувшись вопроса делимитации границ, Ильхам Алиев отметил положительные результаты, достигнутые в рамках двустороннего процесса, и сказал, что этот процесс будет осуществляться на основе принятого положения. Между тем, сегодня в МИД Азербайджана прокомментировали недавние слова армянского премьера Пашиняна о том, что стороны могут подписать мирный договор, согласованный на 80%. Ведомстве подчеркнули, что пока Армения не внесет изменения в конституцию, о мирном договоре не может быть и речи. Армянская сторона предлагает подписать мирное соглашение на основе согласованных на данный момент положений. Однако азербайджанская сторона считает подобный подход неприемлемым и неоднократно об этом заявляла. Есть такое правило, что документ не считается согласованным, пока не согласованы все его пункты. Можно сказать лишь, что на данный момент согласованы примерно 80% положений. Нельзя просто исключить несогласованные пункты. В азербайджанском ведомстве добавили, что для того, чтобы мирное соглашение было устойчивым и успешным, необходимо прояснить все сохраняющиеся по ряду направлений проблемные вопросы. Тавушки архиепископ, он же лидер протестного движения в Армении Баграт Галстанян, провел тайную встречу в парламенте республики с депутатами-оппозиционерами. Как пишут армянские СМИ, оппозиционеры обсуждали детали предстоящего митинга в Ереване, намеченного на 22 сентября, а также план смещения с поста премьер-министра Никола Пашиняна. Согласно инсайдерской информации, эта встреча заговорщиков продлилась два часа и проходила в кабинете главы оппозиционной фракции Армении Сирана Аганяна. Как пишут журналисты, встречу инициировал сам Галстанян, и подобный формат в парламенте прошел впервые. Утверждается, что архиепископ Галстанян представил свой план смещения Пашиняна под давлением общественности. Депутаты, в свою очередь, выразили готовность поддержать движение как в парламенте, так и в уличной борьбе. Других подробностей СМИ не приводят. Между тем, как пишут журналисты, в правящей партии Армении назревают свои внутренние проблемы. По данным СМИ, после того, как Никол Пашинян заявил о предстоящих чистках в рядах своих соратников, представители гражданского договора озабочены собственной судьбой больше, чем внешними вызовами, например, борьбой с оппозицией. По словам экспертов, чистка рядов партии Пашиняна связана с началом подготовки к парламентским выборам, которые намечены в Армении на 2026 год. Азербайджан приглашает Россию в качестве партнера инвестировать в проекты зеленой и гидроэнергетики в Карабахе и Восточном Зангизуре. Об этом заявил замглавы Минэнерго страны Эльнур Салтанов, выступая на международном круглом столе. Общая региональная климатическая стратегия – ключ к устойчивому развитию в Евразии. Вызовы и преимущества для делового сообщества Азербайджана, прошедшим в Баку во вторник. Азербайджан высоко ценит партнерские отношения с Россией в области энергетики. Мы будем рады дальнейшему взаимодействию в этой сфере. Приглашаем российских бизнесменов вкладывать в развитие зеленой и гидроэнергетики в Карабахе и Восточном Зангизуре. По его словам, энергетический потенциал республики на суше оценивается приблизительно в 27 гигаватт, а в море – в 157 гигаватт с точки зрения возобновляемых источников энергии. Приблизительный потенциал же ветровой и солнечной энергетики на освобожденных территориях оценивается в 10 гигаватт. Представитель Минэнерго добавил, что Карабах, Восточный Зангизур и Нахчеван сегодня развиваются как зоны зеленой энергетики. С этой точки зрения они станут крупнейшими в мире. По мнению экспертов, поскольку речь идет именно о зеленой энергетике, российские инвестиции могут быть привлечены в восстановление прежних малых гидроэлектростанций и в строительство новых, а также в сооружение солнечных электростанций вдоль реки Арас. И в продолжении темы. На круглом столе, прошедшем сегодня в Баку, обсуждалась и тема обмеления Каспийского моря, актуальная как для России, так и для Азербайджана. По словам посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова, этот вопрос обсуждался во время последнего визита Владимира Путина в Баку. Видим проблемы и последствия изменения климата, и влияние человека на это изменение. Это Каспий, обмеление Каспия. Эта тема была очень важной во время визита нашего президента 18-19 августа в Баку. И по итогам было принято решение создать и двустороннюю группу по Каспию, и многостороннюю предложить в рамках пятерки Каспийских государств также создать такую группу для совместных усилий по ненапущению дальнейшего обмеления Каспии. По его словам, сегодняшний круглый стол – это вклад российской стороны в подготовку 29-й климатической конференции КОП-29. Мероприятия КОП-29 пройдут в Баку с 11 по 22 ноября этого года. Добавим, что конференция ООН по изменению климата проводится ежегодно для подведения итогов работы по снижению выбросов в атмосферу и удержанию роста среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия. Кроме того, участники конференции каждый год ставят новые цели по достижению климатической нейтральности, а также обсуждают пути перехода на зеленые технологии и экономику. В Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева, скандально прославившегося после дела о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Пашаев подозревается в мошенничестве. Сегодня Следственный комитет России опубликовал видео с бывшим адвокатом после его задержания. Сначала Пашаеву говорят о подозрении в мошенничестве в особо крупном размере. После этого его заводят в здание, а затем спрашивают, ознакомился ли он с текстом предположительного обвинения. Придержимость из подозрения в совершении преступления предусмотрена в части 4 ст. 159. Случай нас. Просовщик. Просовщик. Да, положи. На вторую-то. Света. На вторую-то. Света. На вторую-то. На вторую-то. Поднимали. На вторую-то. На вторую-то. На вторую-то. По версии следствия, бывший адвокат за деньги обещал освободить от ответственности блогера Елены Блиновскую, обвиняемую в неуплате 905 миллионов рублей налогов и ее мужа Алексея. Следствие утверждает, что Эльман Пашаев получил от Алексея Блиновского денежные средства в особо крупном размере. Сумма неизвестна. Следственный комитет считает, что Алексей Блиновский является пособником своей жены, но расследование в отношении него приостановили в связи с его участием в спецоперации. Эльман Пашаев стал широко известен после того, как в 2020 году защищал интересы актера Михаила Ефремова в суде. Артист попал в серьезное ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом виде. В результате погиб водитель автофургона, в который врезался Ефремов. В том же году Пашаев был лишен статуса адвоката из-за нарушения этики. Скандального экс-адвоката в общей сложности пять раз лишали лицензии в предыдущей, в сентябре 2022 года. После этого, как утверждается, он отправился в зону СВО. Эльман Пашаев уроженец села Шишкая в Басарксичарском районе Армянской ССР. Ему 53 года. И в завершении выпуска новости короткой строкой. Российские следователи обратились за помощью к правоохранительным органам трех других государств за помощью в расследовании нападения террористов на концертный зал Крокусити Холл в Красногорске. Отмечается, что по делу в качестве потерпевших признано и допрошено более 1700 человек. В качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Самая яркая болельщица Формула-1, обладательница титула «Мисс Хорватия-2016» Ивана Кнол, осталась в Баку без одежды и не попала на королевские гонки. Дело в том, что в аэропорту Стамбула потеряли чемодан модели, в котором были все наряды, предназначенные для Формулы-1 в Баку. Грузия на две недели закроет единственный КПП с России. Речь идет о пункте Казбеге. С российской стороны Верхний Ларс. Ограничение будет действовать с 18 сентября по 2 октября. Причины закрытия – ремонтные работы. Председатель комиссии по внешним отношениям Бундестага-Германии Михаил Рот 18-19 сентября посетит Армению. В рамках его визита будут обсуждаться вопросы содействия политическим реформам Армении, сближения Армении с Евросоюзом, а также процесс мирных переговоров с Азербайджаном. Еще больше информации читайте на нашем сайте и в телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео.